Доклад Николая Владимировича Кузнецова Слайды у меня будут на английском языке, как по традиции всегда делается с Геннадий Алексеевичем. Доклад будет на русском. По-английски нам надо изучить картина на трактор с инструментом программы Санкт-Плайк-Моделс. Доклад уже посвящен памяти моего учителя, наставника Геннадия Алексеевича Леонова. Здесь проведены несколько публикаций, посвященных Геннадию Алексеевичу. В докладе я рассмотрю понятия скрытых и самовозбуждающихся перебиваний. Немножко расскажу о теории исследования устойчивых перебиваний в перебивных математических моделях. Расскажу о хаотических перебиваниях в перебивных моделях. Веду примеры скрытых аттракторов в инженерных моделях. Здесь расскажу про эффект зомерфельда, про бурение и про проблемы управления в системах управления летательными аппаратами. Дальше будет несколько примеров физических систем, где тоже были обнаружены скрытые аттракторы. Расскажу про несколько фундаментальных теоретических проблем, которые связаны с этим понятием. И расскажу о трудностях численного анализа таких колебаний. Я хочу начать эту презентацию с истории задачи исследования предельных динамических режимов аттракторов, связанных с различными классическими преподными и теоретическими задачами, одними из которых являются задачи регулированных, которыми активно занимались в 18-м веке. И одной из таких прелестящих работ является работа вошнеградского. В таких системах часто требовалось наличие динамического режима, которому соответствует устойчивое, единственное устойчивое состояние равновесия. И вот примером анализа, такой задачей анализа динамики является работа вошнеградского, в которой он провел линеризацию в окрестности динамического режима математической модели, которую описывает регулятор ВАРТа, и показал локальную устойчивость этого состояния динамического режима. Однако достаточно быстро выяснилось, что кроме динамических примеров, соответствующих устойчивым состоянием равновесия, есть различные механические инженерные системы, в которых возникают периодические динамические режимы. Это знаменитая работа РЛЕ по теории струн, где возникал так называемый предельный цикл теперь. И очень интересная работа в ЛЛТ, почти забытая, 1985 года, посвященная возникновению периодических режимов в системах регулирования с Сухим-3. Кроме этого, достаточно быстро выяснилось, что необходимые условия существования рабочего режима, соответствующего устойчивому состоянию равновесия, локальный анализ, не являются достаточными условиями глобальной устойчивости. То есть мы бы хотели, чтобы в нашей системе регулирования все решения притягивались к единственному состоянию равновесия. Таким образом, это потребовало развития новой теории, которая, с одной стороны, обеспечила глобальный анализ и отсутствие колебательных режимов, а с другой стороны, учитывая звукновение этих режимов в предкладных системах, потребовало развития теории анализа таких колебательных режимов. Эти работы были связаны во многом с научной школой академика Андронова, который соединил в своих работах математические идеи предельных циклов по Анкаре с накопленным инженерами опытом исследования таких колебательных систем. Андронов в своих работах развил теорию, теорию колебаний, которая позволила эффективно анализировать и описывать колебательные процессы для многих приборовных систем. Термин «самовозбуждающаяся» или «автоколебания» связан с работами Баргаузена, Мандельштама, Попадрески и Андронова, в которых он использовался для описания перехода в физическом эксперименте системы к какому-то периодическому колебательному процессу и удерживания этого процесса. Ну вот классический пример – это генератор терминга Андерполя. Вы включаете электрическую схему, и у вас траектория, изображающая из ваших нулевых начальников, как вы включили систему, притягивается к терминогическому циклу и выдерживает его. Достаточно быстро было показано, что кроме периодических притягивающих динамических режимов, могут быть хаотические динамические режимы. Работа Лоренса и Уеды, которые показали, что в системе траекторий могут притягиваться какие-то хаотические динамические режимы. Лоренс при моделировании пропускал траектории из окрестностей этого нулевого состояния и смотрел, как численная процедура притягивалась вот к такому хаотическому потрату. Понятие переходного процесса в этих системах, инженерное понятие, тесно связано с численными методами и возможностью вычисления траекторий в динамических системах. Толебание может быть вычислено, визуализовано, численно, и если начальные данные из него отрестностей будут к поведению, которое после переходного процесса притягивалось к этому хаотическому потрату. С личной точки зрения, таким поливанием, множество это нехаотическое поливание называется аттракторами и множество тех состояния равновесия, которые притягиваются к этому поливанию, называется областью протяжения аттрактора. Таким образом, следуя этой истории, стандарт на исследование динамических систем заключается в следующем. выберете невинную динамическую систему, непрерывную, дискретную, определяете состояние равновесия этой системы, проводите локальный анализ. Устойчивое состояние равновесия – это хорошо, а ее ответственность и неустойчивое состояние равновесия вы, следуя из ложного выше подхода, выпускаете траекторию и смотрите, к чему она притянется. Эта траектория может притянуться к устойчивому состоянию равновесия, у вас может быть глобальная точность, как у меня в маяке пестренье, либо можно притянуться к тому подобному режиму, который нужно анализировать, либо нет там, где-то замкнута. Возникает вопрос, как выбирать начальные данные, чтобы найти все такие предельные динамические режимы, предельные аттракторы в вашей системе. Что делать, если ваш аттрактор, область притяжения вашего аттрактора не пересекается с окрестными состояниями равновесия? В 2009 году Геннадий Сеевич вместе со мной предложил классификацию аттракторов, самовозбуждающиеся и скрытые аттракторы, которые отразили трудности, отразили опыт инженерного анализа талибаней и отразили трудности поиска таких талибаней. Аттрактор называется самовозбуждающимся, если область его притяжения пересекается с малой окрестностью состояния равновесия. В противном случае аттрактор называется скрыт. То есть где-то в системе далеко от состояния равновесия у вас находится предельный динамический режим с маленькой, небольшой областью притяжения и задача заключается в том, чтобы его найти в вашем базовом пространстве. Эта классификация была предложена впервые в связи с открытием скрытого аттрактора в знаменитой электронной системе ЧУА. После открытия аттрактора Лоренса встал вопрос по верификации его результатов, потому что это были численные результаты физической модели и Леон ЧУА, теперь всемирно известный профессор Беркли, предложил простейший генератор хаоса электронный. Вот такая цепь с одним кусочно-линейным, нелинейным элементом, и в этой цепи обнаружились хаотические крибы. Эта цепь исследовалась уже больше 25 лет, ей посвящены, наверное, больше 10 тысяч работ, где она упоминается. В этих статьях найдены сотни различных типов аттракторов в системе ЧУА, вот таких аттракторов. Все эти аттракторы являются самыми возбуждающимися. То есть в физическом эксперименте вы берете электронную цепь, запускаете. В этот момент у вас все начальные данные валюты, и при различных параметрах смотрите, куда претянется ваша траектория. Таким образом вы получаете вот всевозможные такие картинки. Николай Ильич, а это плохо, да, значит, для, как говорится, нормальных жизней, если есть, мы не знаем, тоже мы не знаем ничего, а потом выяснилось, что в этой системе имеется скрытые... Да, это оказалось плохо. Я сейчас расскажу почему. Значит, сам Леон ЧУА считал, что таких использований в системе быть не может. Вот, в его гипотезе, в 90-м году, написал, что если на любое состояние равновесия устойчивого, то аттракторов нет. Значит, почему это плохо? Потому что если у вас аттрактор не связан с этим состоянием равновесия, но и с другими, то его тяжело находить в эксперименте, потому что вы стартуете физическую систему из вот этих начальных данных. Её можно, конечно, насильно переводить в другие состояния, но это требует, в общем, специального понимания и в трёхмерном пространстве где-то здесь найти аттрактор. Это не простая вещь, как угадать эти начальные данные. Поэтому, когда мы в 2011 году опубликовали эту статью, в Physical Report, вот здесь аттрактор, это вот это зелёное множество. То есть у вас состояние равновесия нулевое устойчивое. Есть ещё два состояния равновесия, которые не набираются седловыми, траектория из них уходит на бесконечность либо притягивается к этому состоянию равновесия. И есть две зелёные полоски. Это два симметричных хаотических аттрактора с очень узкой областью притяжения. То есть очень тяжело выбрать начальные данные, которые вы привели к визуализации вот этого множества. Значит, вообще, ещё для инженерных приложений почему плохо скрытый аттрактор в системе ЧУА? Потому что вот были такие системы скрытой передачи данных. Когда вам нужно два генератора, чтобы они работали синхронно. И вы запускаете один генератор, запускаете другой генератор, один генератор смотрит на другой и пытается себя подстроить, чтобы у вас вот эти траектории периодически или хаотически и стали двигаться синхронно. Тогда вы можете модулировать туда не абсолютно данные, не снимать. Так вот, всё хорошо, когда у вас в системе два глобальных аттрактора. Вы берёте, запускаете два генератора, у них, естественно, разные начальные данные немножко. Но за счёт того, что аттракторы будут как бы одни и те же, у вас постепенно всё становится хорошо. Вот оказывается, что если у вас теперь есть несколько аттракторов, например, начальные данные в одной системе на одном атакторе от другой на другой, то у вас вот эта связь этих генераторов может оказаться недостаточно сильной, чтобы выручить, подстраивать генератор, чтобы с притяжением одного аттрактора притянуть к другому. Ну, сейчас эти работы ведутся не так интенсивно, как раньше, как я понимаю, в связи с другими принципами шифрования и так далее. Но, тем не менее, мы показали, что там некоторые примеры, когда мы с книжкой капитаника и так далее, они перестанут работать на стройных аттракторах. Поэтому это, конечно, плохо здесь. Для исследования этих аттракторов, скрытых, мы разработали некоторую теорию, математическую, которая связана с поиском периодических колебаний, с малым параметром, гармонической линеризацией. Было получено некоторое количество теорем. Эти теоремы мы соединились с численным подходом. В этом численном подходе мы использовали стандартную процедуру продолжимости по параметру. Значит, у нас есть система, в которой есть некоторый параметр, для начального параметра мы можем найти стартовое делебание в системе периодически, либо аналитически использовать теорию, либо мы изглядаем параметр так, чтобы в системе аттрактор стал самым возбуждающимся. Тогда мы его просто можем определить численно, то есть мы берем начальник данного соответствия состава в нарезе, получаем некоторое хаотическое множество, а дальше смотрим, как это хаотическое множество начинает меняться при изменении параметра. Поэтому мы стараемся менять параметр малых, чтобы не потерять область придерживания нашего аттрактора. Начальные данные у нас уже оторваны по состоянию равновесия, потому что мы смотрим на то, что меняется адрактор. А изменение параметра обеспечивает нам, ну вот, и вот так, все состояние равновесия, оно становится в устройще, оно не вводит маски в финальную систему, в которой мы пытаемся найти уже адрактор. Вот такой пример для системы КИВА. Для малого параметра обеспечения человека можно найти с помощью специального модификации методов гармонического права то есть периодическое решение, потом мы начинаем параметры увеличивать и в конце концов смотрим, как вот это периодическое решение превращается в наши скрытые фактические адракторы. Вот такая достаточно простая процедура оказалась для обеспечения. Но так вы не все найдете адракторы? Конечно, не все. Значит, это в общем случае, я сейчас расскажу об этом, конечно. То есть мы нашли какой-то такой адрактор. Чуа, когда мы в 2012 году встретились с ним в Гонконге, был потрясен этими дескоптартами. У него это, конечно, с полным шоком. А с другой стороны, оно вдохнуло в него новую жизнь. Потому что после 25 лет и с летом этой цепи он видел новые горизонты. Мы стали вместе с ним сотрудничать. И в общем случае, как раз появилась задача определения с его стороны максимального количества, сколько всего может существовать у нас аттрактора в системе Чуа. И вот мы нашли конфигурацию, в которой есть пять существующих аттракторов в системе Чуа. Скрытый периодический аттрактор, два симметричных хаотических аттрактора и два трииальных аттрактора. Это состояние равновесия. В общем случае, задача, сколько всего может быть существующих аттракторов в системе Чуа, остается открытой. Соответственно, для произвольной динамической системы в общем виде ставится задача определения всех аттракторов, которые есть в фазовом пространстве, и указания их расположения. То есть, мы хотим, что с учтым начальником, находимся в степени. Можно здесь ставить задачу, обобщать за минуту шнадцатую проблему, и представить задачу о числе таких аттракторов в зависимости от некоторых параметров системы, например, полиномов правой части системы. Это наша подоградка с леоном Чуа, одна из наших последних повествий. Она в октябре прошлого года леон Чуа... Ой, но это все при малом параметре уравнения? При малом параметре мы только применяем теорию. Чтобы что-то обосновать, нам приходится нелинейно сделать малый, чтобы грамм баланс строил. А дальше? А дальше мы числены. Только числены? Только числены. А какая уверенность в сходимости? Уверенность в сходимости. Ну, если говорить про систему Чуа, то потом просто были спаяны схемы, где есть аттракторы, которые получили у нас логика. То есть мы получили начальные данные, Чуа посадил людей, они спаяли, заставили начальные данные системы вывести в те точки, которые мы сказали, и он просто убил эти картинки. А мы, конечно, смотрим стандартные численные методы. Насколько можно быть уверенным? Вы же решаете, что на машине не изначально выравнили, а в конечном транспорте. Вдруг, что там та же динамика, что в первоначальном транспорте. Здесь достаточно, как бы, вот, вопросы, связанные с точностью, описание этой модели и этой системы, им занималось огромное количество людей на протяжении этих 25 лет. То есть у Чуа сидел там, я понимаю, отдел, который занимался тем, что поняли эти схемы. И сидели, значит, ученые, в основном из России, это Глушильник, Леонов, Белых, огромное количество ученых, которые как раз занимались теорией. И дальше эти результаты сверялись. Но вот оказалось, что на системе Чуа совпадение хорошее. Но и нам важно предсказать наличие этого скрытого аттрактора. То есть мы его математически предсказали, точно или не точно, где-то нам повезло, а дальше идет верификация уже натурная. Если он есть, эти параметры будут. Я просто спросил, потому что Вы сказали, что и для случая, когда у Вас рекомендуемая система, Вы тоже проводили какую-то анализ? Мы использовали численную процедуру, основанную на изменении параметок. Но финальная схема, она уже с этой процедурой не связана. То есть в конце мы численно обнаружили параметры системы, в которых мы численно хорошо видим различные области устойчивости. То есть мы численно видим притяжение к нулю. И понимаем, что там нет ошибки. Мы можем использовать шедвинг или еще что-то показывать. И численно хорошо видим эти аттракторы. То есть Трактория сильно к ним сходится. Естественно, можно это теоретически пытаться обосновывать. Но в качестве верификации здесь мы просто использовали физическую схему. Вот Леон Чуа этот, по-моему, год проводят в Дрездене. Они организовали большой центр в Дрездене, посвященный мем-листерам. Это вторая любовь Леона Чуа. Это тоже электронные схемы, которые позволяют работать как память и вычислительный агрегат. И был организован огромный центр в Дрездене. И вот Леон Чуа находится там. И Геннадий Серечь, вот такая креативная у него была черта. Как забывал, что Леон в Дрездене, а мы делали совместную работу. Просто предложил приехать с ним пообедать, обсудить статью. Мы приехали на несколько часов, поговорили с Леоном. Вот обсудили статью, послали ее в журнал. И уехали обратно в фотографию с Дрезден. Теперь я хочу перейти к инженерным моделям, в котором тоже находятся скрытые колебания. И начать хочу с известного эффекта Зоммерфельда. Замечательная работа 1902 года, в которой описан эффект застревания частоты, вращения ротора или майнтника. Этот эффект хорошо известен в этом институте. Здесь этим занимался активно Илья Граджи Блехман. Вот я увидел работу Дмитрия Анатольевича и Александра Любовича, подключенные к этой тематике. Я здесь рассмотрю модель, которую я взял из статьи Александра Любовича. Вот такая математическая модель, такое механическое пояснение к ней. В этой модели мы начинаем раскачивать маятник. Мы подаем на него постоянное возбуждение DC моторчиком. И при выбранных здесь параметрах оказывается, что вместо того, чтобы эта энергия переходила в раскручивание маятника, она переходит в колебание тележки. И таким образом мы при включении системы, вот мы запустили нашу систему, я это делаю численно, переходим вот к такому колебательному режиму. Значит, сильно колеблется тележка, а частота вращения маятника оказывается недостаточной. Оказывается, что если нашу систему силой заставить изменить начальные данные при запуске, увезти ее сюда, то начальные данные, которые находятся выше некоторой разграничивающей области, то наше решение притягивается вот сюда. И здесь будут небольшие колебания тележки и большая частота вращения маятника. Александр Годович как раз боролся с помощью проходов теории управления и контрола для того, чтобы этот процесс запуска войти, чтобы система всегда притягивалась к одному атерапту. Ну, с точки зрения нашей теории, в этой системе существует два периодических решения. Оба этих решения являются скрытыми, потому что состояния равновесия у нас здесь нет вообще. Но вот с механической точки зрения, с точки зрения эксперимента, выходит, что одно из них здесь естественным образом находится просто при запуске системы. А где находится второе, значит, нужно специальным образом анализировать. После того, как вы находите область протяжения второго аттрактора, вы можете прикладывать различные методы управления для того, чтобы вашу систему при запуске вывести в нужную область. Следующий пример связан с буриной установкой. Здесь мы использовали математическую модель, разработанную в техническом университете Инфоэна в группе Хенко Немейра. Александр Константинович Беляев говорит, что эта модель с механической точки зрения является очень бедной. Но я могу сказать, что в группе Хенко Немейра результаты моделирования сравнивали с натурным экспериментом. У них была небольшая вот такая установка сделана. Смотрелось два диска, сверло, DC моторчик и смотрелось, как происходит реальное бурение. В этой системе, как гласит легенда, когда в Инхоэне сделали вот эту установку, то было сказано, что для того, чтобы эти сверла длинные не ломались при начале сверления, то надо было вначале запустить моторчик и раскрутить сверло, а потом его опустить и добавить трение. Но очередной студент, который этого не знал, вместо этого вначале опустил сверло, то есть перевожил трение в систему, а потом нажал кнопку «Пуск». И система вместо того, чтобы притянуться к устойчивому состоянию равновесия, когда у вас все сверлится, притянулась неожиданно к некоторому колебательному режиму. То есть вы берете дрель, ставите его к стенке и включаете. И у вас сверло начинает часто ходить туда-сюда. Вот был зафиксирован такой неприятный режим. Ясно, что если вы будете долго так болтаться, то сверло у вас может перегреться и сломаться. Ну а с нашей точки зрения это объясняется, и мы как раз говорили, что это связано с наличием в системе скрытого колебания, которое как раз естественным образом, простым аналитическим анализом здесь было не видно. Случайно его обнаружил студент, нарушил технику безопасности работы с установкой, а мы потом уже показали, как это связано с той темой, которая есть у нас. Ну различные работы, тут можно ставить дальше другие моторы, смотреть и преодолевать тоже. Тоже, по-моему, работы Хэнка Немейера, и может быть там Александр Юрьевич как-то в этом участвовал. Ну я точно помню, что Хэнк Немейер в его группе, они боролись с запуском, чтобы преодолевать такие ситуации. Проблема, дело не только в запуске, а проблема в том, что когда вы сверлите шельф или еще что-то, у вас сильно меняется трение. То есть вы были в песке, а потом наступил гранит. И вот это резкое изменение трения, оно приводит к таким неприятным эффектам. Следующие задачи связаны с управлением летательными аппаратами. И здесь я хочу рассмотреть модель Стислава Келдыша, которую он исследовал в 1944 году. Значит, Келдыш прославился тем, что получил государственную премию за работу по подавлению «Флаттер». Вот, и, значит, вот у советских самолетов «Флаттер» был подавлен, в то время как в Германии было, по-моему, больше 150 аварий на опытных самолетах. То есть у них этот процесс проходил гораздо труднее. Ну а потом, значит, Келдыш был президентом Академии НАТО. В своей работе 1944 года он исследовал подавление «Флаттера» с помощью вот такого гидравлического демпфера, в котором есть сухое трение. То есть вы к системе управления, которая здесь есть. Это картинка из статьи Пархомовского. К сожалению, журнал в таком виде и в единственном экземпляре мы оттуда копировали эту картинку. Значит, сюда добавляется демпфер, который резкие нагрузки на крыло или на что-то демпфирует. Ну, как у вас стоит там гидравлический демпфер, при опускании багажника в машине, примерно такой принцип. Значит, характеристика этого демпфера у вас есть линейная часть, которая власти инженеров, и есть еще нелинейная часть, в которой находится сигнал, сигнал, разрывная функция. Что делал Келдыш? Келдыш для этой системы с помощью метода гармонической линеализации определил область отсутствия колебаний. То есть, когда все решения стремятся к отрезку покоя, тут система разрывная, возникает отрезок покоя. И определил область, где у вас возникают два периодических решения, которые оттуда нуждают отрезок покоя. И написал, что внутри области, которая ограничена внутренним циклом, неустойчивым, можно работать. То есть, инженеры, ну вот, часто в теории управления ставится задача подавить все прямо, чтобы, значит, никаких негатив. Но часто конструктивные особенности и инженерные требования не позволяют этого сделать. И Келдыш считал, что нормальная ситуация, когда у вас, значит, область притяжения отрезка покоя ограничена некоторым периодическим решением. Главное работать в этой области, ну и рассчитать ее с достаточным запасом. Ну вот, можно показать, что можно, у Келдыша был достаточно тогда бедный арсенал для исследования этой системы. В дальнейшем для вот таких разрывных систем, Аркадий Михайловичем Геллигом, Геннадий Алексеевичем Леоновым, Владимиром Андреевичем Якубовичем, были разработаны методы Липуновского типа, которые позволяют получить условия глобальной устойчивости в этой системе. Можно просмотреть функцию Липунова и получить очень близкую оценку. Но эта уже оценка является строго аналитической. Вот у Келдыша 2.08, а значит, при применении строгих методов, вот здесь выходит 2. А вот оценка Келдыша циклов, оказывается, что может быть существенно неверна. Келдыш, когда применял метод грамм-баланса, и это во многих классических книжках, то он не учел, что предельный цикл не должен пересекаться с отрезком покоя. Ну, это понятно из общей теории дифференциального поравнения, у вас решения не могут пересекаться. Но вот он этого не учел, и когда у вас отрезок покоя, значит, увеличивается, то он разрушает эти циклы. У вас происходит такая интересная глобальная бифуркация, порожденная такими локальными изменениями. Ну, вот такой интересный результат. Дальше Келдыша, это у него была такая демонстрационная модель. Дальше такую же теорию можно применить для полной модели, где у вас есть 2 степени свободы, значит, там 4-мерная система. Тоже получить вот в этом же душе, там, разрабатывать частотные методы, методы глобальной устойчивости. И также можно оценивать возникающие там предельные циклы. Вы сказали двойка, вот методами, значит, Геррига и других. Двойка. А на работу Келдыша сына есть когда, когда тот был опубликован? Или не знали? Двойка? Да. Это мы получили только что. Этот результат сейчас будет опубликован в законах Академии наук. То есть, он просто никто не делает. А, я совсем мог. Да, мы применили эту теорию только что. Но просто тут ситуация такая, что для этой системы все очевидно, тут не о чем писать. А вот когда у вас полная модель, уже там, значит, 4-мерная система, то там прямое применение невозможно. И там нужно дорабатывать методы, и там приходится возиться. Вот очень хорошая точность. С классическим результатом. Да. Значит, вот у Келдыша просто не было тогда этого арсенала. То есть, несомненно, если бы он знал о работе в Улье, там еще что-то, он бы все доделал. Но, значит, была война, он все делал быстро. И, значит, ну, в общем, потрясающе. То есть, область устойчивости он ценил хорошо. А с циклами, конечно, возникают понятные проблемы. Тогда же не было еще, в 1944 году, даже не было теории раздругих систем. То есть, все работы там Филиппова, там, все это было позже. В современных системах тоже возникают такие же проблемы. И, значит, ну, вот стандартная система управления, где у вас есть нелинейность типа насыщения. В 1992-1993 году произошли аварии при посадке самолетов. Значит, современные истребители, они устойчивы на высоких скоростях. Но при посадке у вас поток воздуха ослабевает. Они становятся с математической точки зрения, там, marginally stable, да, значит, пограниченно устойчивы. И, значит, есть видео в посадке, значит, F-22, где из-за действия летчика или из-за ветра начинаются вот такие колебания у самолета. И за те, там, 2-3 секунды, которые отведены ему на посадку, система не справляется. То есть, у вас система притянулась к другому аттрактору. Вместо устойчивого состояния равновесия она притянулась вот к вашему устойчивому периодическому решению, которое возникает в системе. И система управления за короткое время не успевает вырвать оттуда систему, не вернуть ее в состояние равновесия. Произошло 2 аварии и на Центральной Американской конференции, посвященной управлению CDC в 1977 году, Лагваль, это, по-моему, аспиранта, значит, Мюррей такой и Фоссен, известные люди из Штатов и Швеции, они написали, что устойчивость в моделировании не влечет устойчивости в физическом эксперименте. Это, как раз, значит, во многом связано вот с трудностью анализа скрытых перебанек, потому что реальные системы, которые все это описывают, размерность там сотни и даже тысячи, то есть у вас огромная размерность и базовое пространство, в котором где-то у вас находятся вот эти скрытые перебания. И, конечно, значит, инженеры что могут сделать? Найти состояние равновесия, провести локальный анализ, провести моделирование в окрестность неустойчивого состояния равновесия и провести какие-то рандомные тексты. Ну вот, значит, оказалось, что этого недостаточно и что здесь очень важен анализ скрытых перебанек. Вот некоторым обзором как раз таких систем и методов подавления таких перебанек занимался Саша Погромский военковин и Борис Алиславович Андреевский. Теперь я хочу коротко рассказать о некоторых физических примерах, которые возникают. Ну вот стандартная система Лоренса. В ней аттрактор для классических параметров является самовозбуждающимся, то есть он строится из окрестных состояния равновесия. И у вас есть три состояния равновесия. Вы можете построить из окрестности любого из этих состояния равновесия. Можно поменять параметры так, чтобы у вас появилась мультиустойчивость. Аттрактор будет самовозбуждающимся только относительно одного состояния равновесия. Два состояния равновесия станут устойчивыми. То есть у вас в системе три аттрактора. Вопрос о существовании скрытого аттрактора в системе Лоренса до сих пор остается открытым. Было две ошибочные работы, в которых вот как раз вопрос, который вы задавали о точности вычислений, приводил к тому, что люди считали, что построен аттрактор, но на самом деле это оказывался так называемый тренджинг хаос. То есть траектория притягивалась, долго колебалась на очень длинном интервале времени, там, значит, миллионы единиц, а потом все равно свалилась со стороны равновесия. Значит, это принималось за аттрактора. Ну, вот несколько ошибочных работ. Мы рассматривали систему близкие к системе Лоренса. Это модель Глуховского-Должанского физическая. Значит, Глуховский сейчас находится в Штатах. Мы посылали ему результат, нашли здесь скрытый аттрактор. В системе Рыбиновича, которая описывает взаимописистры волн в плазме, тоже был найден скрытый аттрактор. Значит, Рыбинович сейчас находится в Сан-Диего. Мы с ним тоже переписывались. Он очень с большим интересом смотрел за этой работой. Ну, вот метод continuation, когда мы эти системы связывали в пространстве параметров. В частности, проходили здесь и через систему Лоренса, где возникал тренджинг хаос. Система Рыбиновича-Фатикантов, которой мы вместе с Рыбиновичами коллегами тоже нашли скрытый аттрактор. Мы видим некоторые глибинки и мазы. Теперь я хочу вернуться к глибинтальным проблемам, на самом-то деле, с которых мы начали эти исследования. И сказать несколько слов о критериях отсутствия скрытых колебаний и вообще колебаний у теории абсолютной устойчивости. О контрпримерах к глибинтам Азербана-Калмана и о шестнадцатой проблеме к глибинтам. В середине прошлого века, следуя работам ВАРТа, Вашнинградского и так далее, появилась потребность некоторого общего исследования отсутствия колебаний в системах регулирования. И одна из первых таких знаменитых работ, это работа Анатолия Александровича Лурия 1944 года, когда он предложил эффективный метод построения функции Липунова в виде квадратичной формы плюс интегровательной линейности. Оказалось, что такая функция Липунова позволяет для достаточно широкого класса получать критерии отсутствия скрытых колебаний в системе и критерии устойчивости. Но это были достаточные условия. Соответственно, стал возникать вопрос о получении необходимых и достаточных условий о выделении класса систем, для которых такие условия можно построить. Эти работы были связаны с гипотезами Азербана и Калмана. Азербан и Калмана предложили рассматривать такой класс систем, что для всех линейноизованных систем из этого класса у вас есть линейная устойчивость одного состояния равновесия, то есть все стягивается к нему, и тогда нелинейная система из соответствующего класса, то есть вы берете нелинейность из того же сектора, а оттуда брали линейные функции. Значит, гипотеза заключалась в том, что для любой нелинейности из этого сектора у вас система также будет устойчивой. Но Калмана еще требовала, чтобы производная нелинейность лежала в этом же секторе. Достаточно быстро оказалось, что эти гипотезы не верны в общем случае, и комьюнити, которая работала в Кондрове, переключилась на доработку критериев, на улучшение критериев получения достаточных условий в развитии. Но знаменитые работы по поводу Кубовича и Калмана, которые, мы говорим, в другом порядке, я здесь не стал логическим. Это частотные условия, которые дают вам существование функции Липунова, которые обеспечивают вам устойчивость и отсутствие скрытых колебаний. Ну вот здесь я более подробно остановлюсь на гипотезе Калмана. Значит, Калман в 1957 году написал это не в качестве гипотезы, а в качестве утверждения. Он писал обзор для инженеров, как нужно исследовать вот такие системы управления. И он написал, что если вы нелинейный блок в этой системе управления заменяете нелинейный, и для всех, значит, линейных таких, значит, замен у вас все будет хорошо, то интуитивно понятно, что система должна быть можно устойчива. То есть все решения стремятся к состоянию единственного состояния равновесия, которое является глобальным отраспом. Ну вот потрясающий факт, что Калман, конечно, был гениальным инженером. И интуиция, на которую он здесь ссылается, она действительно у него потрясающе работала. Но в том пространстве, которое человеческий мозг может воспринять, эта гипотеза верна в трехмерном пространстве, вот которую еще можно осознать. В четырехмерном пространстве оказывается, что уже можно построить контрпримеры. Значит, там была история открытия теоретических контрпримеров, потом практических, экспериментальных, потом была разработана некоторая теория, были результаты и ошибки. Значит, мы с Геннадой Васильевичем в 2011 году разработали такой достаточно общий метод аналитики численных построений различных контрпримеров. Это гипотеза Калмана. И я послал эти работы Калману, а потом встречался с него в Милане, когда он приезжал в Санкт-Петербург. И Калман мне написал, значит, ну, великий ученый уже все, он написал, что он был тогда Фату Янг, Enplagant Technical Mathematical Knowledge, To Go More Deeply Into The Matter. То есть вот инженерная интуиция у него работала, а, значит, математическое понимание трудностей пришло у него позже, когда он как раз занимался достаточными условиями. То есть он, видимо, быстро понял, что здесь не все так просто, потому что уже в 62-м году, да, его работы я не помню, в 63-м, первой работы Калмана, он как раз стал развивать достаточные условия, которые гарантированно обеспечивали 63-й, отсутствие таких колебаний здесь. Но вот, к сожалению, Рудольф Калмана недавно скончался. Другая проблема, которая связана со скрытыми колебаниями, это известная 16-я проблема Гильберта, а точнее ее вторая часть. Значит, Дрек Гильбер на математическом конгрессе поставил некоторое количество проблем, и одна из них была определить количество предельных циклов вот в таких двухмерных полиномальных системах. Оказалось, что эта задача трудная даже для квадратичных полиномок. То есть дальше идти не надо, она до сих пор не решена в общем виде. Первые нетривиальные результаты связаны с Андроновской школой. Их получил Баутин в 52-м году. Он построил три вложенных предельных цикла. И это явилось развитием тоже его работы, связанной с военным нашим комплексом, об определении опасных и безопасных границ. То есть вот дефортация Андронова Хопа, которая возникает, там критическая, соответственно, он определял опасные и безопасные границы. И, в частности, применил этот метод, вообще это не было основным направлением его исследований, для построения трех предельных циклов в квадратичной системе. Но вот вложенный предельный цикл является, соответственно, скрытым колебанием, потому что вы к нему не можете перейти из состояния равновесия, он поджат, и не можете перейти из бесконечности. Дальше была известная ошибка академика Петровского, он был ректором МГУ. Вместе с Ландец они опубликовали работу, что только может быть три цикла в такой системе. Китайцы обнаружили четвертый цикл. И вот в настоящий момент известно, что можно построить четыре цикла в этой системе. На примере этой системы я хочу показать трудности численного анализа скрытых требований. Арнольд в своей книжке описывал, что Калмогоров во второй половине прошлого лета развлекался следующим образом. Он, читая лекции в МГУ, раздавал студентам случайно сгенерированные вот такие системы и просил их, следуя совету Панкаре, построить в них предельные циклы. Эффект оказался неожиданным. Среди многих сотен рожденных примеров ни один студент не нашел ни одного предельного цикла. То есть, хотя известно, что область в пространстве параметров имеет немулевую меру. Значит, это можно сделать. Ну вот, мы разработали с Геннадем Алексеевичем некоторые аналитические методы, которые соединились с численными процедурами и позволили эти методы нам получить визуализацию всех четырех циклов. Вот здесь три вложенных цикла нормального размера. Значит, вот устойчивое состояние равновесия, неустойчивый цикл. И вот устойчивый цикл, вот этот зеленый, который является скрытым перед вами. Этот цикл является неустойчивым, а этот устойчивый цикл вокруг другого состояния равновесия. Другой пример сложности численного анализа связан с широко использованными пакетами различной виртуальной реальности, которая у нас используется. Значит, здесь это пример программы SPICE, там Simulink, некоторые, наверное, есть механические программы. Когда вы набираете прямо некоторые физические компоненты, соединяете их, и инженеры часто считают, что вот то, что происходит, что они наблюдают реально физические эксперименты, потому что дается полное ощущение, что вот, значит, все происходит по-настоящему. На самом деле, конечно, надо понимать, что любая компьютерная реализация, в наших условиях, потребует некоторой дискретизации. И мы привели пример системы фазовой артопакт-тройки, которая используется в системе глобальной интеллигации, главной GPS, телекоммуникации, передачи данных для разных других целей, где есть скрытые колебания и показали, что при должной настройке вы в этой системе получаете глобальную устойчивость. Ну, параметры так специально подобраны. А если вы начинаете эту систему дорабатывать, что скрыто от обычных пользователей, то оказывается, что у вас в системе есть скрытые колебания. Ну, вот эту работу мы проводили вместе с Жжавами Бьянчев, известный инженер из Италии. Сейчас он работает в Германии в судной конторе. И как раз у него большой департамент занимается именно моделированием. Для него этот пример стал некоторым откровением. Он сказал, что математика действительно чего-то стоит. Я немножко хотел рассказать про историю возникновения этого термина. Буквально еще несколько минут. Скрытые колебания. Как все начиналось? Откуда пошел термин хидот? Все началось в 2008 году, когда мы занимали шестнадцатые проблемы Гильберта и обсуждали первые баутинские примеры построения трех предельных циклов. Баутин их строил теоретически. И поэтому там нужны были последовательные малые возмущения. Порядка там десяти минус сотый, десяти минус двухсотый, чтобы построить эти циклы. И поэтому эти циклы невозможно было увидеть естественно. То есть построить их было нельзя. И на пленарном докладе в Москве и во время защиты моей второй диссертации по ЕГИ в Геннадии в обсуждениях мы шутили, там Геннадий Сеевич принимал участие в этом, академик Черновойском в Москве, что вот эти циклы они скрыты от численных методов. Что вот численные методы есть, циклы есть, аналитически мы знаем, что есть, но увидеть их нельзя. Так что впервые появился термин «скрытый». Дальше в 2009 году Александр Вович пригласил Геннадия Сеевича в картальню, сделать пленарный доклад на физконе. И Геннадий Сеевич в процессе подготовки к этому докладу, он тогда занимался калкуным гармоническим балансом, попросил меня применить гармонический баланс для электронной системы ЧОА. Я до этого никогда не работал с системой ЧОА, и первый раз, когда взял ее, случайно выбрал такие параметры, что в этом эксперименте колебательный аттрактор оказалось, что он слабо связан с состоянием равновесия. То есть он крутится не как в Лоренсе, когда у вас траектория жестко притягивается к аттракту, а он крутится почти независимо от этого состояния равновесия. У меня сразу пришла идея, в которой мы обсудили, что можно это состояние равновесия, небольшой модификацией оторвать от аттракта. Эта работа была доделана, и в 2010 году мы презентовали этот результат на другой факторской конференции, вот вместе с нашим аспирантом Владимиром Вагайцем и Геннадий Сеевичем. Достаточно быстро стало понятно, что модифицировать систему ЧОА не нужно, отталкиваясь от найденного скрытого аттрактора, используя кинфинейш, мы ушли от модификации и в 2010-2011 году получили скрытый аттрактор уже в самой системе ЧОА. Вот получилась первая наша работа, где появились строгие определения. В этой системе, в системе ЧОА, Геннадий Сеевич говорил, что аттрактор скрыт от физического эксперимента. Эта скрытая тоже использовалась в 16-й правлении гибертового численного анализа, а здесь от физического эксперимента, потому что при запуске из нуля траектория туда не переходила. Ну а когда мы писали вот эту статью, то здесь мы уже предложили строгие математические определения. Через пять лет эта тематика получила некоторое... International community восприняла эту тематику, и обзор по этой тематике был принят в один из ведущих физических журналов, где публикуются статьи по динамике. Здесь принимали участие группы из Польши, это был такой интернет, международный действительно обзор, из Ирана, значит, из Польши, из России и из Индии. И в этом же году я защитил докторскую диссертацию. Там одна из глав посвящена как раз была скрытому колебанию. Ну вот несколько слов про группы, которые работают в этом направлении. Вообще тематика колебаний сейчас в физике в достаточно высоком уровне. Вот несколько обзоров. Physical report, которые шли год за годом. Это самые возбуждающиеся колебания, это обзор, посвященный Андрону. Это управление мультиустойчивостью, это 2014 год. И в 2016 году появился наш обзор. Значит, в журналах более высокого физического уровня, ну вот самый топ. Там, естественно, такие статьи не пропускают, там только физические всякие эксперименты. По динамике это максимальный уровень журнала, который позволяет публиковать и издать. Быстро появились группы в штате, в Бразилии, в общем по всему миру, которые активно работают в этом направлении. Ну вот я хочу отметить Гуанрона Чена, группу Капитанника, Лыжи Фортуна, Спрот, очень известный человек из штатов. И группы в России, значит, ну вот некоторые. Группа в Москве, группа Кудряшова, группа в Саратове, в Кузнецово. Вот статья Александра Николаевича Чурилова в соавторстве с Бальтерсом Брандовичем и с Медведевым. И Игорь Михайлович Буркин из Тулы, он применяет методы из книжки Буркин Леонов-Шепелявый. Это частопные методы, которые позволяют строить условия существования наоборот цикла. А дальше применять локальные анализы, чтобы сделать их скрытыми. Ну вот, несколько наших основных обзоров на эту тему. И я хотел сказать, что эта работа, которую мы провели за последние 10 лет с Фин Алексеевичем, она была бы невозможна без вклада наших студентов. Здесь, вот я вижу, да, Сигура, который присутствует на этой лекции. Это Марат и Ренат Юдашевы, которые занимались скрытыми аттракторами в ПРЛ. Кость Александров, который тоже занимался по эверею Льона Кудряшова и Оля, которые занимались 16-й проблемой киберта. И Маша Киселева, которая занималась дрифингом. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Пользуюсь возможностью. Рекландович, вот у меня такой вопрос. Хорошо, вот мы исследуем систему, ну и пропустили какой-то атакат на Тургей. К чему им неприятности в это приведет? Ну вот, если говорить про самолеты, то, значит, у Вас неожиданно появился боковой ветер. И Вы были в окрестности устойчивого состояния равновесия, но оно у Вас, как у тела, ограничено определенным циклом. Ветер оказался таким сильным, и летчик перенервничал, значит, там увидев землю раньше или позже, там сильно ледом он побывал. И Вас вырвало, и Вы притянулись к периодическому решению. Которого Вы не знали. Да, которого Вы не знали. Или, значит, даже Вы его знаете, но у Вас должна успеть сработать система управления, которая Вас должна вырвать оттуда. То есть, вообще, системы управления, они адаптивные и позволяют, ну, как бы, теоретически обработать любую ситуацию. Но вопрос в скорости. Потому что воздействие в реальных системах, оно не может у Вас быть бесконечным. То есть, Вы мягко систему выталкиваете. А вот при посадке самолета, оказывается, что у Вас есть секунды на посадке. Ну, вот, для системы ЧУА оказалось, что невозможна синхронизация. То есть, Вам нужно знать все аттракторы, чтобы правильно выбрать коэффициент связи. То есть, тоже, с точки зрения теории, всегда можно задавить, как бы, и один аттрактор привести к другому вдруг ассоциаллятору. Но Вам нужно знать заранее эту силу. Сила – это энергия. Если Вы будете заранее закладывать туда много, то, вот, у Вас на выходе много получится. Спасибо. Еще какие вопросы будут? Пожалуйста, Эльяночка. Спасибо большое за замечательный доклад. У нас, когда некоторые скрытые движения могут приводить, наоборот, к повышению устойчивости системы. Например, вот, если у нас есть циклические координаты, допустим, какое-то вращение, да, по теории Амиралоса, с дополнением Любунова, генетическая энергия скрытых движений, в данном случае, циклических координат, работает как потенциальная энергия редуцированной системы. То есть, фактически, она подпирает. А вот можно ли в Вашем случае какую-то, скажем, выделить область задач, в которых, можно сказать, вот такие скрытые движения, они способствуют устойчивости основного движения, с инфицированной системы, когда мы не видим... То есть, наоборот, есть и плюсы от этого дела? Да. Да, несомненно. Тут даже дело не, как бы, не в нашей теории, а вообще в задачах, вот, где просто без этого невозможно. Ну, вот, например, значит, генератор Ван де Поля. Вся суть этого генератора в том, что у Вас все решения притягиваются к периодическому решению, которое вот Вам генерирует Вашу несущую как раз в радио. Поэтому, несомненно, это нужно. Потом я понимаю, что есть системы, вот, Артель Михайлович говорил, что, чтобы сердце там хорошо работало, у Вас должны быть все время там маленькие хаотические колебания, которые ни в коем случае нельзя давить, потому что без них система у Вас не будет работать. То есть, несомненно, значит, класс таких задач, он огромен, вот, но у нас фокус немножко, как бы, в другое русло. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Если Вы рассматриваете уравнение, описывающее какую-то палку, да, например, то есть в частных производных, а как, в этом случае, как обрезать, сколько человек удерживает? Это, значит, ну очень интересная задача. Мы теорию вскрытых колебаний на уравнение в частных производных не переносили. Все связано со спецификой того, как там проводятся эксперименты. Значит, это следующий шаг здесь. Но если говорить вот про, ну, какие-то классические задачи, то вот, например, Лоренс и там результаты лодыжинцев, да, которые показали, значит, Ольга Александровна показала, что вот там двухмерное течение на въезд стокса, что у Вас аттрактор имеет конечную размерность, что вообще говоря, финальную динамику Вы можете рассматривать на конечном числе, как умолк. Он, значит, отрезал некоторое количество слагаемых, и вот у него получилась такая же динамическая система. Но если говорить про перенос самого определения, то, значит, это, конечно, сейчас открытая задача, и можно заниматься, но надо понимать, как проходят численные эксперименты. Мы как-то в основном дошли на классическую теорию устойчивости, и у нас в основном были задачи обычной системы. Александр Ильич, пожалуйста, я с маленьким комиссарием хотел бы выступить. Я хотел обратить внимание присутствующих на то, как много здесь классических имен было упомянуто, и как близко это все находится к истории. И это особенность такая чутье, такое было у Геннадия Алексеевича, он выбирал для решения задачи, которые связаны с классическими результатами. В обычном доплате вот столько имен классиков не бывает. Это признак, значит, 100 имен бывает классическим, работа в классиках. Классики тянутся к классикам. И вот, значит, важно, когда мы вот выбираем темы для исследования, для молодых хочется это, значит, обратить внимание, что смотрите, что делали классики. И тогда вы тоже к ним приблизите, будете стоять на плечах гигантов. И история, она очень много дает для постановок новых важных задач. Кстати, вот помянута была здесь работа Лурье Анатолия Савчича, там с Постником она сооружена. Да, Лурье Савченко. Я вот занимался этой историей и делал даже доклад про ранние годы абсолютной устойчивости на конгрессии ЕФАК в Тургузе. И она, оказывается, была сделана не здесь, в Питере, а в Екатеринбурге, когда была в эвакуации Кафера и весь политехнический институт. И там вот Постников, это был аспирант Малкина, Малкин там тоже работал, там такая группа образовалась. Тоже самолетная тематика же? Да. К сожалению, вот Постников скончался от туберкулеза сразу после войны, и Лурье остался в этой тематике один, пока он пришел, уже книжка была на 1950-е годы, Розенбассов пришел Ефим Натанович, и вот тогда это пошло дальше развитие. То есть история многому учится, многому учится. Это я хотел сказать. Чутью у Геннадия Алексеевича было потрясающе на результаты классического уровня. Потрясающая эрудиция. Вот как мы вернулись к задатчику Келдыша. Мы делали доклад в Москве, и как-то вот у нас самолетная тематика, были сложные примеры. Современные, там была большая размерность, все. Я Геннадию Алексеевичу сказал, что вот не хватает нам, здесь надо как-то усиливать в рамках взаимодействия стаи какие-то красивые примеры. Геннадий Алексеевич пил кофе, задумался так, а потом говорит, вот я помню, у Келдыша была одна работа, где он один соавтор, и он исследовал там колебательную систему. Ничего говорит, больше не помню. Значит, я тут же на докладе скачал труды Келдыша, нашел работу. Когда Геннадий Алексеевич все это успевал читать, я не знаю. Да, 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 говорит, очень похоже. Спасибо большое. Дорогие, я думаю, еще раз поблагодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ